Привет, друзья, я Григорий Герман. О мафиозной сути, мафиозном духе современной российской путинской власти, об узком круге консильерий, или как их там называют в российских мафиозных кругах, которые окружают Путина, и куда сложно попасть, но оттуда практически невозможно выпасть. Ну, разве что только если ты не Пригожин, и тебя не подозревают в абсолютном предательстве по отношению к самому, и о том, если сейчас в российской власти, среди тех людей, которые могут первыми запрыгнуть на трон, в случае, если с Путиным что-то произойдет, кто-то хуже, чем Путин. А мы поговорили с Иваном Ступаком. Оставайтесь, будет интересно. Ты знаешь, достаточно интересная штука. Мы когда разговаривали с Геннадием Гудковым, который старший, еще в 2022 году, он высказал такую мысль о том, что на самом деле путинская власть и система государства, система власти путинской России – это чистая мафиозная структура. Для меня тогда это было неким таким, да, ну, Господь с вами, да ладно, Геннадий, ну, уже вы такое говорите. Уважаемые люди, золото, все дела, там, типа, государства, слуга государев и так далее и тому подобное. Он говорил, да нет, херня, это все. Бандиты бандитами. И вот чем больше мы наблюдаем за Российской Федерацией, в особенности сейчас, во время войны, тем больше мы имеем возможность убедиться, потому что такие, да, такие, по большому счету, чистая мафиозная структура, мафиозное объединение, только без музыки Энио-Мариконе и без вот этой вот всей красивости мафиозной, которой мы привыкли благодаря голливудским фильмам. Согласен ли ты с этим? И давай с тобой попробуем разобраться, как, если ты согласен, эта система работает в России, система управления высших эшелонных власти в Российской Федерации. А согласен ли ты с тем, что это действительно мафиозное объединение? Ну, ты говоришь, без музыки Энио-Марикон, секундочку, но это красивая мафия, это мафия с красивым представлением о правилах, чести, порядочности. В России тоже мафия, только там Владимирский Централ и вот на этом... И грёбанная балалайка, да. Да-да-да, антибиотик, ну вот всё-всё понятно, они оттуда и живут. Смотри, в чём нюанс? Да, действительно, это всё мафиозная организация, да, она в белых воротниках, да, с красивыми высокопарными словами про Россию, империю, геополитическую катастрофу, Советский Союз, это всё есть, оно всё остаётся. Но в основе всего лежит деньги. Деньги, власть, власть, деньги. Есть власть, нужны деньги. Есть деньги, хочу власти. Многие олигархи, набрав денег, пытаются войти во власть, чтобы её получить. Многие чиновники, получив власть, хотят получить денег, то есть вот на этом всё и базируется. Поэтому, действительно, да, это мафиозная власть. В чём ещё большой нюанс? Лояльность, как и в мафии. Лояльность оплачивается невероятно щедро. Вспоминаем сразу нетленный образ покающего Сергея Кужегетовича Шейгу. Сколько бы человек ни косячил, сколько бы человек ни воровал, но он всегда на плаву. Вот сколько уже? Двадцать, наверное, пять плюс лет он на плаву. И Путин его принял ещё в должности министра по чрезвычайным ситуациям в Российской Федерации. Один раз у него была опала, бросили его в губернаторство Московской области. Любой другой чиновник воспринял бы это просто как унижение, как потерю всего. Шейгу это принял как? Надо, надо. Босс сказал, я сделал. Босс оценил. Босс реально это оценил. Со временем, в 2019 году вернул его на должность министра обороны. И даже сейчас коррупционный скандал, ну много скандалов, подчинённых Шейгу просто-таки раздевают налево и направо, как пластилин мнут, я имею в виду генерала с большими лампасами. Сергей Кужей-Той Шейгу спокойно едет в Китай и стоит номером два в шеренге, когда его представляют с единственным. Первым Сергей Лавров, второй Сергей Шейгу, одиннадцатым стоит, я даже посчитал, но перед министром обороны даже стоял Дмитрий Песков, он даже выше в ранге там оранжири весит, чем новый министр обороны. То есть лояльность превыше всего. И мы с тобой много раз говорили такую фразу, в Российской Федерации не снимают за профнепригодность, в Российской Федерации снимают за нелояльность. Вспоминаем Евгения Пригожина. Мафия, мафия. Это такой себе солдат, который выполнял все грязные поручения, всю грязную работу своего хозяина. Да, не просто убийство, какие-то журналисты. Журналисты убивали, чеченцы, кадыровцы. Кадыровцы убивали, запугивали. Пригожин воевал, работал на много более широком уровне, но все равно он оставался солдатом. Даже он голос повышал на патрона, это прощалось, потому что он делал работу. Как только он перестал быть лояльным, сразу же он слетел на землю, в прямом смысле, с 8 тысяч метров упал вниз. Как только он совершил, давай так, как только он совершил нечто, что заставило босса сомневаться в его преданности. Абсолютно верно. Заставило его даже просто подозревать в том, что он действительно захотел босса скинуть. Да, теперь смотри, смотри, какая штука. Да, вот тут все криминальные понятия, мафиозные, но мы еще сюда складываем, как Путин себя повел. Он повелся действительно как мафиоза. Он вот после событий годичной давности, вот этот недопуч, Пригожина, он же не убрал его сразу. Он простил его. Он принял в Кремле, они беседовали, не общались. Там больше часа, там полтора или два часа общались. И даже еще два месяца после этого Пригожин летал в Москву, в Питер, в Африку. Путин простил, но потом все равно уколол, все равно убил. По поводу того, что никто не теряет на самом деле из путинской верхушки, никто по большому счету не теряет ничего, только если не совершит чего-то в преступлении против лояльности. А Патрушев, многие говорили о том, что Патрушев до увольнения с должности был таким, был разводящим. Да, то есть вот он разводил на уровне спецслужб все кланы туда-сюда, кто пятое-десятое, да, то есть по большому счету был исполнителем путинских идей, путинской воли по этому направлению. Обеспечивал Путину то самое положение третейского судьи, за которое его так ценят российские элиты. А правильно ли я понимаю и действительно ли в этом заключалась Патрушевская роль? Ну, он был тоже очень лоялен Путину, это остается. Его же не брали с должности совсем. Да, он пошел сейчас на понижение, не факт, даже не то, что не факт, очень вероятно, что со временем Патрушев снова может вернуться, снова может вернуться, причем на, например, на должность главы администрации Путина, и это тоже может быть. Скорее всего, здесь он стал просто жертвой таких обстоятельств, скорее всего, смотри, стульев ограниченное количество, людей больше. Это как детская игра, бегаешь в округе, что время присесть. Но ему стульчика не хватило, ему пришлось довольствовать сейчас должностью помощника Путина. Да, машина осталась, водитель остался, секретарь будет или секретарша будет, кабинет какой-то будет, но влияние, я думаю, у него серьезно уменьшится. Да, он был до последнего времени таким все разводящим, потому что он шел вместе с Путиным из Ленинграда, ФСБ, был директором ФСБ, стал секретарем Совбеза, курировал, разводил МВД, ФСБ, внешнюю разведку, военную разведку, то есть он на всех влиял и так далее, сейчас уже не влияет. Я думаю, никто не может влиять вот так вот много, сильно, как это было раньше. Скорее всего, Путин снова перепочинил всех напрямую себе. И вот этого звена не будет. Шойгу, да, он лоялен, он остался на должности секретаря Совбеза. Ну, мы не знаем, какой у него функционал. Ну, то есть пока я вижу, что ситуация нестабильна, система начинает еще вибрировать, потому что она сама еще не устаканилась. А многие, там была мысль о том, что это именно Патрушев должен был инструментально разрулить Пригожина и Шойгу, да, и не допустить поход на Москву год назад. Потому что вот в его руках был инструментарий ФСБшный, и не только ФСБшный, для того, чтобы это остановить. Немногие говорят, что сейчас удаление Патрушева вот именно с должности разводящего, это в том числе и запоздалый результат вот той вот ошибки. Да, может быть, но тогда, с другой стороны, почему остались на должностях все? Золотов, Росгвардия, ФСБшник Бортников переназначен, министры, переназначен, все были переназначены, глава внешней разведки, все переназначены. Казалось бы, если убирают одного, вот убирают и всех. По другой стороне, у Патрушева не было реальных рычагов, он не мог там отдавать указания прямые, да, он мог координировать, но есть главы ведомства, они ответственны, по идее, они должны были нести ответственность. Смотри, если мы говорим за вот эту перестановку, это реально перестановка кровати в борделе, не больше. Я уверен, что это все произошло из-за денег, из-за денег, из-за очень больших денег. Поясню. Всю контору спалил такой себе Виктор Чемизов, это глава Ростеха, тот же бывший кгбист, соратник Путина, он сказал следующую вещь, такую небольшую в своем интервью. Когда на должности был Сергей Шойгу, рентабельность ВПК, которой он занимается, Ростех ВПК, составляла в лучшем случае 0, 0 процентов. До 5 процентов, да, 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 это было рентабельно. В худшем в минус, то есть 0, минус, 0, минус. Это несмотря на то, что через, на всю оборонную сферу выделяется там 150 миллиардов долларов в ход, то есть там же безумные деньги. В чем нюанс был, деньги проходят, но компании ничего не зарабатывают. Да, они купили, сделали, отправили танк на фронт, но на счету остается 0. То есть они ничего не зарабатывали. И Чемизов говорит, мы хотим, чтобы рентабельность была минимум 5 процентов. Ну, в идеале, конечно, 10. И мы будем на эту тему очень сильно беседовать с министром обороны новым, поработать, контактировать. То есть 10 процентов. Вот 150 миллиардов. Я думаю, за 15 миллиардов можно все-таки попадаться долларов и сбить министра обороны. То есть я думаю, вот именно вокруг этого шел весь сыр бор и почему Сергею Шойгу снесли с должности. Слушай, вот на самом деле, да, есть же пул людей, которые старые члены партии, условно говоря, да, старые члены путинской семьи в широком смысле этого слова, а среди которых должен разруливать уже Путин. И вот, насколько я понимаю, Патрушев 100 процентов входит в этот разряд. Насколько я понимаю, в этот же разряд входил Пригожин. И, насколько я понимаю, в этот же разряд таких людей входит и Шойгу. А вот, окей, хорошо, и они там остались все, ну, кроме Пригожин. А вот, хорошо, Патрушев, даже со своей позиции советника Путина, он имеет возможность там наехать или потребовать исполнения какого-либо там приказа от Белоусова, типа с разрешения Путина. Или у него уже нет этого функционала? Ну, все зависит от, смотри, вся фишка вот этих помощников Путина не в функционале, а в доступе. Тебе нас начинается время, ты приходишь, садишься, у тебя есть там какое-то лимитированное время, у всех есть лимит времени. И он может там, Владимир Владимирович, вы понимаете, тут такая ситуация, и если он попадет правильно, правильное время, правильное место в строении, то прям на месте Путин может поднять вот эту вертушку, исполнять. И все, и Николай Патрушев доволен свою задачу выполнил. То есть, главное донести, вовремя попасть в резонанс Путина, и все, и в этом твоя сила заключается. И потом уже все исполнение автоматически происходит. А вот это вот, ну, то есть, насколько я понимаю, в этом круге там же по большому счету действует исключительно, ну, действует по понятиям. То есть, вот все эти питерские понятия питерских подворотин и периоды первоначального накопления капитала, когда они краили все, что переходило через там Ленинградский порт, да, вот все вот эти вот понятия, воспитанные на криминальных этих, они все там действуют. Вот в верхушке. Я думаю, да, я думаю, эта вся вещь остается. Еще раз, очень ценится преданность. Вспоминаю снова вот это вот, Господи, Евгения Пригожина. Как они заставили с Путиным? Потому что Пригожин смог в свое время уходить. Когда, когда, как они познакомились? Начало двухтысячных, Пригожина, ресторан, старая таможня, Нью-Айленд в Питере и вот рестораны. Каким-то образом туда затянули президента. Он там встречался с французским президентом, Буш, и Пригожин прислуживал. И очень сильно понравилось, какими словами, какими понятиями оперировал тогда Пригожин. И вот он запомнился Путину и вот так подтянул его к себе. Да-да-да. Какой-то жизненная философия. Человек отсидел, основа Пригожина, отсидел в тюрьме. То есть у него философия была такая там «Не подведи, не подставь». Да-да-да. Это понравилось Путину? То есть он не взял за профессионализм, он взял его за видение мира и за его понятие. Слушай, а кто сейчас вот входит в этот понятийный узкий круг Путина? Ну там, Ротенберге, да, наверное, Сечин, Ковальчук, Тимченко, Миллер. Вот они все туда входят? Они все входят в этот круг неприкасаемых по понятиям? Ну, судя по всему, да. Еще раз, я не готов сказать, насколько большой круг, ну ты знаешь, Ротенберге, братья, Тимченко, Гангрена, они входят, да, они ближайшие, Чемизов, Патрушев. Мы не знаем только на сколько. Насколько, у кого больше возможности войти. Нет статистики, кто больше в месяц посещает Путина. Но мы можем смотреть по мавзолейной аналитике. Это моя любимая вещь. Очень люблю эти официальную хронику. Кто стоит рядом на мавзолее? Да, но это же было в Советском Союзе. А сейчас вот я люблю, особенно когда первое началось, только присоединяли они вновь освобожденные территории, вот Кремлевский дворец, они вот эту Херсонскую область присоединяли. Праздник у них был там. Было интересно посмотреть, как они все стоят. И вот Андрей Белос, я его тогда не опознал, но он стоял очень близко. Он стоял там возле Патрушева, кстати. Да. По центру глава администрации, Медведев слева, справа генпрокурор. То есть, очень интересно было. И сейчас мы наблюдаем, что эта штука сохраняется. Сергей Шейвук остается. Лавров без вариантов, он номер один. Юрий Ушаков, помощник президента по внешней политике. Такой себе, ну, небольшой рост и дятечка, можно увидеть его, с такой смешной прической. Он, скажем так, теневой министр иностранных дел. Он такой ярый антизападник, он, то есть, англосаксы. То есть, он тоже является помощником Путина. И помогает ему в реализации всех этих мероприятий. То есть, он тоже, в принципе, вход в зависимости от времени, сколько ему уделяется на аудиенцию. От всего вот этого круга, от этого пула ближайших консильерий Путина. Блин, я даже не знаю просто в отечественной мафиозной культуре, как называются вот эти вот советники. От них кто-то, кроме Путина, мог потребовать отчёта? Ну, вот они там, условно говоря, Шойгу мог наехать на Патрушева или Патрушев на Шойгу со словами «А что ты печё творишь?» Или это прерогатива только Дона? Я думаю, туда наверх всё это. Потому что Шойгу не будет прогибаться под лишь бы кого. Он понимает свою значимость, понимает свою роль. Патрушев не тот человек. Он больше будет делать из-под тяжка. Я больше, чем уверен. Потому что это когибисты страшные. Они в лицо мало что скажут, но придя тихонечко в кабинет, науськают, расскажут, проинтригуют. И что очень любят. Как любят работать когибисты. Просто нужно понимать их логику, как они влияют на Путин. Путин никогда не смотрит интернет. Это мы знаем. Это что говорили миллион тысяч раз, это всё понятно. Но когда Путину приходят и рассказывают, что кто-то из его подчинённых имел разговоры, например, с олигархами, что имеется запись таких разговоров, Путин не слушает эти разговоры. Ему приносят распечатки. Я знаю, как это делается. Всегда можно, во-первых, ошибиться. Я много раз такие вещи видел. Например, шутка распечатка разговоров. Это сидит девочка, которая слушает эту запись и сценографирует, просто расшифровывает. М1, М2, мужчина 1, мужчина 2, кто что сказал. Она ловит только слова. Она не ловит интонацию. И вот, во-первых, можно ошибиться в интонации. Чисто технически. Я много раз слышал. Звонок. Ты считаешь. Мы М1, М2. Здравствуйте. Здравствуйте. А Николая Павловича можно? Вы ошиблись номером. Извините. Ну, казалось бы, ты считаешь. Ну, ерунда, ерунда. На постном масле. Но если ты берёшь и слушаешь непосредственно запись. Алло. Алло, здравствуйте. А Николая Павловича можно? Вы ошиблись. Ага. Извините. И ты уже совершенно другого разговора. Ты понимаешь, что есть какая-то условность. Поэтому, когда путем эти вещи приносит, во-первых, там с той стороны могут ошибиться. Ну, просто без контекста вложить, без интонации. А с другой стороны, там, где написано там слово, всегда же можно добавить два. Особенно, если ты понимаешь. Никто никогда перепроверять твою запись не будет. А настроение у Путина уже будет создано. Видение уже будет создано. Ковальчук. Которого называют одним из самых влиятельных людей нынче в России. И более того, называют личным банкиром Путина. Что значит личный банкир Путина? Что это значит? Насколько мы знаем, это человек, который финансирует все, что пожелает Путин. То есть, у Путина нет своего кошелька в плане, как портмоне. Мы выходим каждое утро на работу. Деньги, документы, телефон, ключи, кошелек не забыть. Путин, он всегда есть человек, который рассчитается за него. Не важно, мороженое будет купить Эрдогану. Или захотел он бизнес-джет, фалькон для своей жены по кошке, любовницы, не знаю. Он просто говорит, нужен самолет. И человек решает этот вопрос. Он находит самолет. Есть фонд. ВПК, кстати, делал расследование на эту тему. Как покупался дом вот этому Путину между... Да, еленжиком. То есть, все сбрасывают деньги в общий котел, и оттуда просто черпается, что нужно. Надо дом. Дом не хватает денег. Докинули, все докинули туда. То есть, кто не докинул, бизнес больше не ведет. То есть, вот таким вот образом это кошелек. То есть, весь бюджет Российской Федерации, это один большой кошелек. Тебе просто нужно сказать, хочу вот это. Хочу Росройс, например. Вот тебе купили. Какая тебе разница, какой счет фактура, кто покупал, где. И мы купили. Ну, то есть, вплоть до того, что, да, насколько я понимаю, вот вся вот эта вот мафиозная структура, которая выстроена, по большому счету, как и насколько я понимаю, в обычной мафиозной структуре на самого Дона ничего не записано. И он сам очень редко кого-то убирает. Да, он просто высказывает свои пожелания, а потом эти пожелания уже реализуются абсолютно другими людьми, и они, в принципе, ему могут даже не принадлежать. Миллион процентов, смотри, ты такую тему поднял шикарную. Смотри, мы достоверно знаем, что Путин никогда команды на устранение конкурентов не дает. Он, во-первых, либо говорит очень витиевато, очень там, в формате, помнишь, бриллиантовая рука. А может нам это? А вот вам поручена операция, вы занимаетесь. Все. То есть даже на тот случай, если его кто-то задокументирует, американцы, НЛО, он ничего не говорит. Второй вариант, как он действует, он ждет от своих подчиненных расторопности, чтобы они угадали его настроение. А потом сам сидит и ждет, как подчиненный проявил себя. Угадал ли подчиненный его настроение? Молодец. Плюс какой-то балл, плюс какое-то повышение. Не угадал? Тупой, тупой подчиненный. Ну, там где-то со временем теряется. То есть, насколько я понимаю, вот Ковальчук, которого называют банкиром Путина, он просто является центром принятия конкретных решений и центром сбора конкретных денег со всех на то, что Путин, условно говоря, сказал за каким-нибудь чаем, что, мол, типа, слушай, а я помню, как такие красивые места на Валдае были. О, да, помню. Хорошо там было, хорошо. И вот это вот хорошо там было, хорошо на Валдае, оно благодаря Ковальчуку реализуется в конкретную дачу, там конкретный дом, который построен вот так вот и вот так вот. А какой конкретно дом, да, вот это уже там происходит во время следующего чая. Я тут дом решил построить на Валдае, а вот вам какой бы на самом деле понравился, да? Вот есть вот такой дизайн-проект, есть вот такой дизайн-проект, а есть вот такой вот дизайн-проект. Да, и вот, и так вот это все и реализовывается. Я думаю, я думаю, так оно реализовывается, и ФБК тоже еще делал расследование на эту тему, что перекройка была интерьера. Они себя могут позволить, там, 10 миллионов долларов туда, все. Уберите, уберите лепнину. Хорошо, уберем лепнину. Это же, слушай, это когда мы с тобой ремонт делаем, вот, ну, господи, нет, ну, тут надо 700 тысяч раз подумать, что взять куда, ну, ты же, деньги безумные. И не вопрос, типа, у него этих дач много, они все в разном стиле. Сегодня нравится лепнина, завтра мне нравится, хочу в финском стиле. Вот сделали на Валдае, да, Валдае, ну, честно, мне со стороны понравилось. Ну, вылета, ничего, такой стиль, я люблю такой лаконичный, вот это беседа, смотреть на водопад, здорово. То есть, я тоже уверен, что вот домик, чай, давайте. А вот как? В Геленджике стрип-бар меняем на Малерию, да, на... Да, 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 это, Алина увидела расследование, скандал был, убери, убери. Да, убери, убери, а что поставить? Да поставь, что угодно? Часоверка. Да, вот, да, да, пусть будет, нормально. Хорошо, окей, кем в этой мафиозной структуре был Шойгу? Лояльным? Я уверен, что у тебя тоже есть, у меня тоже есть такие родственники, знакомые, которые называются неплохой парень. Ну, неплохой парень-то не профессия, ну, он хороший парень, ну, с неба звезд не хватает, но он свой. Он свой, лояльный, вот я думаю, что Сергей Шойгу такой же самый. Вот звезд неба не хватает, но и не подберет, не подставит. Ну, и насколько я понимаю, он реализовывал путинские вот эти вот уже нематериальные стремления, да, путинские фоноберии, связанные с государственничеством, да, связанные с собственным царизмом. Да, вот он реализовывал путинские фоноберии, связанные, например, да, там, типа, я сейчас построю сильную Россию для того, чтобы... Я хочу быть новым генсеком, для того, чтобы быть новым генсеком, мне нужна новая советская армия, которую все боятся. И Сергей Кужегет в течение всех этих лет давал Путину ощущение того, что у вас есть эта армия, мон-президент. Да, да, это та же штука и есть. Он красивые ролики делал, вот эти вот рометы летят всюду через космос, там, все, аналогов нет, откуда же пошло. Сначала нужно сказать, Сергей Шойку кто-то такой. Он когда-то признался, говорит, я, он мне в курице резает, хотел быть дальнобойщиком. То есть мечтал ездить просто, вот разные города, разные девушки встречаться. Ну, это я уже так интерпретирую. Вести такой спокойный образ жизни. В итоге он стал министр обороны, он рисует мультики, делает кино, делает танки, танковый биатлон. Путин, он же тоже очень нравится, танковый биатлон. Сколько у нас танков, мы ездим, мы все побеждаем. У каждого была своя роль. Вот Шойку, например, это все, брязка не оружия. Показать красиво, никто не знает, как оно работает на самом деле, но показать оружие, да. Потом была такая история, мы же забыли, про Игоря Шувалова. Это тоже был вице-премьер, он Игорь Иванович Шувалов. Даже был такой анекдот, это реально, реально анекдот, когда Путин звонит в приемную и там, «Сидите меня с Игорем Ивановичем». И секретарь, секретарь, кстати, мужчина, я объясню почему. С Игорем Ивановичем каким, Сечиным или Шуваловым? С каким, с каким, с настоящим, но с настоящим это Сечин. Игорь Иванович, Сечин. И вот Сечин, например, Шувалов, он в свое время проталкивал идею, чтобы Путин стал нефтегазовым императором Европы. То есть он дает в Европу нефть, газ по дисконту, но в ответ на это европейские лидеры принимают его, дружат, он ходит, вводит друг друга. Ну, по сути дела, так же же было. Да, поначалу, до 2004 года так и было, потом это все сломалось. То есть у каждого своя задача. У «Газпрома» это вот газовая иголка впихнуть туда. У «Сечина» это нефтевая иголка впихнуть туда. «Алроса», «Титан». У каждого своя задача была. Это действительно было интересно. То есть, ну и, кстати, мысль летает у меня белым крылом в небо. Почему мужчина? У него секретарь до сих пор мужчина сидит в приемной. Такие в дымчатых очках. Если кто обращал внимание или посмотрит еще раз моменты инаугурации в 2024 году, когда Путин выходит из кабинета, вот это он идет, камеру снимает, то можно в приемной ухватить небольшой образ мужчины в очках. Он секретарь, не девушка, именно мужчина. Считается, что мужчина лояльный, мужчина надежный. Он не на сердечные дела, не падок. Женщину можно соблазнить. Даже если в возрасте американцы соблазнят, все секреты получат. Вспоминаем сразу, что у Путина всегда, когда он был в приемной еще в Питере, сидел в приемной мужчина-секретарь. В тот момент, когда он был в Питере, секретарем у Владимира Путина был Игорь Иванович Сечин. Это человек, который первый встречал Путина, и последний его провожал. Он первому надиктовал порядок дня, и последним ему отчитывался. И этим он чрезвычайно был полезен для Путина и держался. Ну, тоже такая достаточно мафиозная штука, когда помощник начинает гибнуть там, где это возможно. Ну вот смотри. Окей, хорошо. Обычно, насколько я помню, гибель Дона в семье, если даже у него есть наследник, а тем более, если наследника у него нет, вызывает пертурбации, вызывает внутренние войны. Условно, вот по твоему мнению, субъективно, если вдруг произойдет то, чего ждет все цивилизованное человечество, а кто сейчас победит в борьбе за власть? Кто сейчас самый сильный? Ох, ох, сложный вопрос. Давай гадать. Мы очень хотим, мы бы очень хотели, чтобы если, ну, когда, когда он умрет внезапно, чтобы не нашлось одного человека, который может поднять всю эту власть, потому что все это сводится централизованно в один кабинет. Только в одном кабинете находятся все телефоны, из которых можно давать указания. Это как машина-кабриолет. Нет, как бы ты ни говорил, мы, я буду всю семью возить на этом кабриолете. Там только два человека сядут. Все, уткупают. Два человека, все, больше не сядет. В автобусе, да. Вот в Российской Федерации, это, считай, вот, это даже болит. Вот просто один человек, и все. Второго, третьего посадить туда нельзя. Там о демократии речи там не пойдет. То есть я бы хотел видеть, что? Чтобы одного человека не было, чтобы появился. Патруши говорит, все, теперь власть наша. Тут заходит сразу же, например, Антон Вайна, глава администрации Путина, вместе с Сергеем Кириенко, говорит, секундочку, в смысле власть ваша. Вы силовики, вы тупые, вы можете только вот оружием махать, а вся власть вообще держится на нас. Мы знаем, как каждый день давать указания, чтобы от Москвы до Владивостока указания проходили. Тут заходят олигархи. Стопэ, секундочку, Терепаска. Какие вы силовики тупые, вы чиновники, коррупционеры, вам только деньги нужны, все держится на нас, наши предприятия, мы ВВП даем. То есть нам бы важно, чтобы разные силы столкнулись и начали между собой делить эту власть. То есть чем больше непонимания будет в Кремле, тем понятнее и проще будет у нас внизу здесь. При том, что, насколько я понимаю, вот этому варианту развития событий способствует еще и то, что Путин умудряется держать все группы внутри своей верхушки равноудаленными от себя. То есть умело держать баланс между ними. А правильно ли я понимаю, что то, что работает при Путине, вот этот вот баланс, он в конце концов приведет к тому, что им очень сложно будет без него найти общий язык. Мы бы очень этого хотели. И я тоже искренне скажу, я это вижу. Все держится на фигуре одного человека. Многие говорят, ну и что, ну вот один человек, ну ему же получается управлять. Окей, пытание мало, управляется. Вспоминаем сразу шейха Резу Пехлеви, это последний правитель Ирана. Он 30 лет управлял. 30 лет он и так, и сяк, там надавил, тут отпустил, тут придушил, тут убил, тут одарил, все было хорошо. Но в один момент, когда у него диагностировали онкологию, он стал слабым. Мы все прекрасно понимаем, у каждого из нас бывает такой момент, когда ты просыпаешься. Черт, блин, ничего не хочу, отстань ты от меня. И в этот момент твои подчиненные, которые привыкли получать от тебя указания, без команды ничего не делая, без инициативы, они сидят и ждут твоей команды. И тогда все начинает сыпаться. Вот шейх Реза Пехлеви, он уехал на лечение, и революция произошла. Кстати, вот ты упомянул шейха, Кадыров входит в этот круг? Я думаю, нет. Я думаю, нет. При всем при том, что он где-то там с Путиным встречается, какие-то вот он там, мы пехотинцы Путина. Я думаю, что акции Кадырова намного ниже, чем он хочет преподнести, что я за Путина умру. Ему не дают силовики. В первую очередь это менты и ФСБшники. Ну и военные в том числе, которые воевали в Первую, Вторую Чеченскую войну. Напомню своим уважаемым зрителям, что Кадыров вместе со своим батей, покойным уже, в Первую Чеченскую воевали на стороне повстанцев против федеральных войск. И только благодаря подкупу жесткому муфтии Чечни, Ахмат Кадыров, перешел на сторону федералов и стал воевать против вчерашних союзников. Точно так же Кадыров, точно так же Мабтеллаудинов и Адам Делимханов. То есть, ну, все это когорта. Российские военные прекрасно помнят, в каком возрасте Кадыров убил своего первого россиянина. Ну и второе, это самочувствие Кадырова. Мы видим, как он плохо выглядит. У него вообще там своя история. Мы видим, что, по-моему, 9 из 20 постов, из 23 постов, высших постов в Чечне, занимают его близкие родственники. Там есть разные кланы, у которых есть свое видение. Вот эта фраза «Почему он, а не я? Я могу лучше». И последнее скажу. У Кадырова очень четко ложится фраза на каждое назначение. Французского короля, да? Каждый раз, назначая кого-то на должность, я произвожу 99 завистливых, завистников и одного неблагодарного. Да, ну там с семьей... Он-то как раз лучше подготовился к передаче власти, ну типа вроде бы как с его точки зрения, потому что там хотя бы какие-то наследники намечаются, которые смогут возглавить клан. А помнишь, когда Пригожин еще был жив и когда Пригожин был еще в силе, одним из самых больших страхов, в том числе и Запада, было то, что вот, а не дай бог что-то с Путиным произойдет, к власти придет кто-то, кто хуже. И многие говорили о том, что придет вот Пригожин, а Пригожин он же бандит, он же вообще, ну капец. Ну вот как такое можно жить кошмарно-фиолетом? Как, по-твоему, сейчас в окружении Путина может ли прийти к власти кто-то, кто будет хуже Путина, хотя бы в плане ядерной опасности применения ядерного оружия тактического в этой войне или же там по зажиманию гаек в Российской Федерации? Есть такая персона, которая хуже Путина для мира и для Украины? Ты понимаешь, сейчас трудно сказать. Почему? Потому что когда Путин пришел к власти, он выглядел очень даже миролюбивым, он все-таки заявления говорил. То есть он раскрыл себя непосредственно, будучи на должности, там, по-моему, через 8 лет. То есть в конце этого срока он начал себя раскрывать. Кто такой сейчас может быть? Ну, как по мне, наверное, Патрушев. Наверное, скорее всего. Патрушев хуже, чем Путин. Мне кажется, да, он такой яркий антизападник. Поясню почему. Вот антизападная риторика, она будет сохраняться, потому что она объединяет. Мы с тобой как-то говорили. Намного проще объединить людей против чего-то, чем за что-то. За, нужно пояснять, доказать. А ты говоришь, плохие, англосаксы. Извините, Нассана в подъезде в Оренбурге, англосаксы. Хлеб просроченный, это все. Обама, Байден, это все они сделали. То есть намного проще объединить. По поводу ядерной войны, я скажу так, на 95% я уверен, что ее не будет. Почему? Потому что я боялся пятерной войны, если бы видел, как чиновники Российской Федерации живут, например, по аналогии, например, с Северной Кореей, что они все голые боссы, едят, спят на газете. Тогда да, им нечего терять в этом мире, они готовы на все. Но мы же видим, какая коррупция в Минобороны Российской Федерации. Тимур Иванов, даже по меркам российской коррупции, это невероятные деньги у него были, Лора Пиана, Роллс-Ройс, у чиновников, у Минобороны, ну это там, да, да. Роллс-Ройс, Шойгу любит Пагоды, Дмитрий, Дмитрий Уточкин, Медведев, Дом, Уточки, все, то есть все любят жизнь, никто не хочет гореть в огне ядерного взрыва, ядерной войны. Поэтому я думаю, что с ядерной войной отменяется, ну хочу в это верить, а вот с антизападной риторикой, да, это здорово. Спасибо тебе огромное, береги себя и до встречи. Спасибо, удачи, все, пока-пока.